Новости серии «Хотел как лучше» получился как всегда. Сара Мишель Гелар в своем инстаграме выложила кадры фотосессии, свои фотосессии в нижнем белье, добавив, что она развесит эти фото по своему дому, чтобы не переедать во время праздника. Такой невинный, на первый взгляд, пост вызвал крайне неоднозначную реакцию. Актрису сразу стали обвинять в унижении полных людей. Некоторые пользователи социальной сети даже написали, что сообщение Гелар опасно для женщин, так как они могут отказаться от еды и навредить своему здоровью. В результате актрисе пришлось принести извинения, объяснив, что ее сообщение было шуткой, которая относилась исключительно к ней и никому больше. Теперь к другим новостям. Трейлер, пожалуй, самого ожидаемого фильма. Ремейк легендарного мультфильма 90-х «Король лев». На этот раз историю львенка Симбы, потерявшего своего отца, студия Дисней расскажет с помощью спецэффектов и трехмерной компьютерной графики. Озвучивать главных персонажей создатели позвали Бьонси, Дональда Гловера и других звезд. На широкие экраны лента выйдет летом следующего года, 17 июля. На Международном кинофестивале в Санта-Барбаре Хью Джекмана наградили премии имени Кирка Дугласа, которую вручают актерам за особый вклад в кинематограф. Награду Джекман посвятил своей жене Деборе, подчеркнув, что именно она всегда была рядом с ним на протяжении его карьеры и была его главной поддержкой. Впрочем, про самого Кирка Дугласа актер тоже не забыл. Это так сюрреалистично, получать эту награду, ведь еще сегодня утром мы пили с ним чай. Кирку скоро исполнится 102 года, и он по-прежнему очень остроумный и веселый. У Джекмана сезон наград, скорее всего, только начинается. Актеру пророчат номинацию на Оскар за его роль в фильме «Как не стать президентом». Еще одна новость в преддверии Оскара. Американская кинокомпания Samuel Goldwyn Films приобрела права на показ в США режиссерского дебюта Константина Хабенского военной драмы «Собибор». Напомню, что картина вошла в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Правда, министр культуры России Владимир Мединский считает, что «Собибор» номинацию не получит из-за политической ситуации. «Не получит Оскара? Не ждите», — сказал Мединский на культурном форуме в Петербурге. Ну а кто же окажется финальной номинацией за самую престижную кинопремию, мы узнаем в январе.